Озеленение, появление скверов во дворах и новых зон отдыха в городах Подмосковья – одна из задач, поставленных перед руководителями муниципальных образований Андреем Воробьевым. Сейчас в рамках губернаторской программы «Наши Подмосковья» активно ведется работа по обустройству парков. Их в регионе будет 157. Один из них в «Видном». На днях территорию строящего сети Маховского парка посетил заместитель председателя областного правительства Александр Чупраков. Визит был запланирован в рамках заседания межведомственной рабочей группы парки Подмосковья. Превращение Тимоховского врага в парк началось в декабре минувшего года. Тогда, во время визита руководителей региона в «Видное», были остановлены попытки застроить многоэтажными домами территорию, которая является уникальной с точки зрения ландшафта и по разнообразию флоры и фауны. Сейчас работы по созданию зоны отдыха идут полным ходом. По проекту в парке предусмотрены детские площадки, скамейки, мостики и беседки. Один из пяти входов обязательно оборудуют для маломобильных групп населения. А тот, который расположен около Дворца спорта «Видное», будет иметь выход на большую парковку. В обсуждении планировки парка активное участие принимает инициативная группа видновчан. У жителей возникают вопросы по поводу форума, и в частности по поводу входной группы. Поэтому вы, пожалуйста, учтите их пожелания. Члены комиссии, пройдя по Тимуховскому оврагу, убедились в том, что нарушения, выявленные в ходе одной из прошлых проверок, устранены. И работы первой очереди специалисты успеют завершить к началу сентября, когда и планируется открытие парка. А чуть позже, на втором этапе развития территории, в этом уголке Видного, можно будет не только неспешно прогуливаться, наслаждаясь природой, но и отдыхать более активно на велосипедах. Вход в парк будет бесплатным, но предусмотреть строительство объектов, предоставляющих коммерческие услуги, также важно. Должны быть какие-то объекты, какие-то развлекательные объекты, в какой-то определенной зоне, в зоне, которая будет оказывать платные услуги, в том числе. Это в том числе для того, чтобы частично компенсировать затраты на эксплуатацию этого парка. Конечно, в перспективе это будет место, которое будет пользоваться у жителей города. Я всегда убежден любовью, убежден, что это будет хороший, добрый и всегда востребованный парк, как место отдыха. В рамках губернаторской программы «Нашей Подмосковье» в регионе будет благоустроено 157 парков, но важно и создание малых зон отдыха, скверов в каждом дворе. В ходе рабочей поездки зампред правительства региона заглянул на Школьную 84, адрес, известный нашим телезрителям. Здесь четыре года назад разгорелся конфликт между жителями и собственниками бизнес-центра по поводу строительства парковки. В течение этого времени видновчане боролись за сохранение зеленого уголка во дворе. После обращения к руководителю региона ситуация изменилась. Вот этот земельный участок 14 соток. Договор аренды с собственниками бизнес-центра расторгнут. И большая часть этого земельного участка, именно 9 соток, на котором мы находимся, на его месте будет организован сквер силами районной администрации и города, в том числе и с привлечением небюджетных источников. На оставшихся пяти сотках будет размещена стоянка для сотрудников и посетителей бизнес-центра. На встрече с жителями был рассмотрен проект сквера и поступило предложение создать общественный совет, который будет следить за ходом работ.